всем привет всем добрый вечер хорошего вечера рада 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 быть сегодня в эфире вместе с вами пару минуточек мы ждем пока все подключатся всем привет всем привет ждем пару минуточек пока мы все подключимся привет всем шалом добрый вечер рада быть здесь всем шалом всем шалом сегодня мы с вами шалом продолжаем говорить и дальше про нашу недельную главу которая называется хайей сара жизнь сары она говорит наша недельная глава говорит о жизни сары хотя в начале главы уже говорится как сара умерла и покинула наш мир и дальше говорится о ее детях и и мужа о том как она как она всех оставила и говорится ее родственников и из этого мы учим что наша жизнь иногда не мы а то что мы после себя оставляем всем шалом вот и потрясающий урок мы знаем что авраам и когда умерла сара он хотел и дальше стараться выполнять заповеди всевышнего он зажег свечи перед шаббатом как это и было нужно он зажег свечи но они у него не горели целую неделю как они горели у сары да у авраама так не получалось и когда его невестка рифка пришла в их шатер она зажгла сшивать не свечи и они горели всю неделю это опять было чудо которое дано нам всем еврейским женщинам потому что сколько бы мужчины не зажигали свечи это заповедь для женщины только женщина может ее соблюсти и осветить свой дом и по поводу шаббатник свечей есть потрясающая история я хочу с вами ею поделиться она называется скажи да в доме у семьи coin их маленькая девочка которая была уже почти шесть лет девочки у нее была проблема с речью она не разговаривала и эта семья она они водили свою дочь шестилетнюю по всем врачам ко всем специалистам и все не могли понять почему их дочь не разговаривает они думали одни может у нее какая-то психологическая травма может быть она ну смотрят все органы для того чтобы разговаривать у нее развиты все нормально девочка умная там пока по картинкам по тестам она умная хорошие просто все специалисты и все врачи не могут понять почему девочка немая и не разговаривает и никто ничем не может помочь и так Конечно, и для девочки это было неудобно, потому что были дети, которые над ней прикалывались, издевались, были дети, которые к ней неуважительно относились, и родители хотели услышать голос своей нежной дочери, и эта ситуация всех-всех напрягала. И однажды отец этой семьи, Равкоэн, он жаловался своему другу о том, что его дочь ей уже 6 лет, и она все никак не разговаривает, как такое может быть, никто не может помочь, и тогда он сказал, ты знаешь, попробуй обратиться к Любавическому Рэбе, хоть эта семья и не была хабадники, но они решили, что помощи нужно искать везде, если Всевышний нам дал узнать, кто такой Любавический Рэбе, и дал возможность ему пойти, то почему нет? Мы попробуем отвезти туда нашу дочь, может он нам поможет. У них запись к Любавическому Рэбе была ночью, они пришли где-то около 12 ночи к Любавическому Рэбе, ждали там немножко в очереди, заходят к нему в кабинет, ну и Рэбе просит рассказать всю ситуацию, и услышав их, он сказал, вы знаете, очень важная заповедь женская, зажигать, субботние свечи, особенно девушкам нужно это делать, скажи, пожалуйста, он начал смотреть на эту девочку, скажи, пожалуйста, ты берешь на себя заповедь зажигать субботние свечи, эта девочка смотрит на него и кивает, она говорит, да, беру на себя заповедь, тут Рэбе не устраивает ее ответ, он смотрит на нее и говорит, скажи, ты берешь на себя заповедь зажигать субботние свечи, эта девочка так стоит, смотрит, он говорит, ты берешь на себя обязательство зажигать субботние свечи, и тут девочка говорит, да, просто папа хватается за стол, у него трясутся ноги, девочка никогда не говорила, мама перед обмороком, Рэбе говорит, ты берешь на себя обязательство брать шабатние свечи, зажигать их, девочка говорит, да, да, он говорит, хорошо, и начинает с девочкой общаться, как будто бы девочка уже и общалась все время, родители просто в шоке, у папы, у папы у самого уже, да, речи отнимают, тут папа не выдерживает, перебивает Рэбе и говорит, Рэбе, как такое может быть, мы ходили как всем специалистам, и никто не мог объяснить там, в чем дело, почему наша дочь не разговаривает, никак не могли ей помочь, вы что, реально обладаете какими-то сверхспособностями? На что Рэбе улыбнулся и сказал, что когда человек делает шаг навстречу к Рэбе, чтобы осветить этот мир, как ваша дочь взяла на себя заповедь осветить субботу, то тогда и Рэбе, и Всевышний, он делает шаг навстречу этому, человеку, и возвышает его над природой всей, и делает такие чудеса, огромные, невероятные чудеса, поэтому женщины, даже если у нас пока что не получается соблюдать полностью шаббат, давайте попробуем хотя бы зажечь свечи перед шаббатом, даже вот эта маленькая заповедь, она не касается, одно другого не касается, если у вас есть возможность просто зажечь свечи, сказать благословение, в этот момент помолиться за мир в доме, попросить все, что вы хотите, просто побыть с молитвой вместе со Всевышним, это сила, это мощь, и это нужно делать, пользуемся моментом, нам Всевышний вот так дает все в руки, и мы должны это брать, мы должны не бояться делать заповеди, мы должны не бояться пользоваться всеми благами, которые нам дает Всевышний, и давайте зажигать шаббатные свечи, даже не нужно нам этих отмазок, а, я не соблюдаю, ничего страшного, Всевышний от нас ждет хоть маленькие шажочки, все, что можем, маленькую вещь, вообще манипусенькую, и это Всевышний обещает, будет вам много-много благословений, поэтому, поэтому, женщины, зажигаем шаббатные свечи, просим о мире в доме, о счастье, обо всем, мужчины, поддерживаем, ходим в синагогу, молимся, одеваем тфелин, даем цдаку, это все маленькие шажки, но вы увидите, насколько Всевышний будет нам открываться, вот, спасибо всем за нашу сегодняшнюю встречу, я очень-очень рада, всем желаю хорошего-хорошего, прекрасного вечера, всех вас обнимаю, и спасибо вам всем за эфир, всем пока!